К сожалению, камбэк оказался фейковым. То есть тащили-тащили, но самой малости не хватило. Понятно, что если оценивать эту карту по тому, как играли команды вчера, то Fnatic Ryzen имеется больше шансов, то есть они являются фаворитом. Но посмотрим, как оно в итоге в деле. На бумаге это совершенно другая история. Пи-обзор. Закрывается на точке Б довольно так интересно. Оно будет запускать, наверное, противников. Или же открываться. Нужно уже хотя бы кого-то забрать. Не получается убить ломика. Просус тем временем забирает Чирфала. Но это было на точке А, наверное. На Б поставили уже бомбу. Сейчас Virtus.po Prodigy могут забрать этот пистолетный раунд. У них появляется больше шансов. Есть ли дефузы? А их нет. Так, Руфаер минус Просус. Как раз-таки обидчика своего люркера забирает Руфаер. А вот здесь небольшая, но все же ошибка. Регали два минуса. Два в два ситуация. И знаешь, шансы у Fnatic'ов появляются. Дефузы подобраны. Так, еще больше шансов, я бы сказал, Юра. И ломик открывается. Замечает его Руфаер. И вернее... Ой, эти Регали как жестко ставят еще по второму. Там залетает минус четыре. В итоге будет дефуз бомба, да. А как же так? У нас пропустили только что своих противников через окно. Ребята из команды ВП Prodigy. Ой-ой-ой-ой. Были реально шансы здесь отыграть на пистолетку, но нет. Выбивание ювелирное от Fnatic Rising и от Регали, который снова минус четыре. Я уже жду Эйс. У нас вчера были постоянно квадрокиллы. А Ункер два. Дал на карте Мираж, который, кстати, проигрывала команда Na'Vi Junior против B.I.G. Academy. И сегодня мы тоже с тобой посмотрели на минус четыре в этом раунде. Но пока до минус пяти у нас не доходит. На секундочку. Два в четыре проигранный квадж раунд команды ВП Prodigy. Далеко не самое лучшее начало. Но вот посмотри, что происходит во втором. Закупочка в атаке в разы поинтереснее. Пять галилов. Есть арморы. Защита с фармганами. Только у товарища Регали есть эмочка. Собственно, герой пистолетного раунда мог себе позволить раскошелиться. Сразу активности на рампе точки А. Туда подходит в угол один из игроков команды Fnatic Rising. Флешка полетела через окно. Заход. Вот на точку Б. Не получается у Руфаера, но Чирфл играет на размене. Вот Пепзора еще предстоит пройти. Только что заметили его. У Пепзора были шансы. И он забрал резальта. Ломик, правда, не отпустил. Снова 3 в 3. Снова бомба на точку Б должна выйти сейчас. Она на руках у Ломика. Ставит ее на дефолте. Ну, интересно. Интересно, что по дефюзке там. Есть один комплект. Два фармгана. Ее эмпишка и МП. Девятый. С эмочкой все это дело, конечно, можно как-то расшевелить. С учетом того, как могут допускать ошибки в ВП Продидже. Ой, как там стрельба не залетает. В итоге Ломик, а последний планик остался. И слишком уж много времени ребята потратили на убийство первого одного выходящего, по сути, противника. Хотя там, с другой стороны, холодильника нагнеталась ситуация. И в итоге Фнатик Райзен уже второй раз подряд выбивает точку Б. И мы нечасто такое видим. Потому что ее, в принципе, тяжко выбить, если ты там не откидываешь много смоков, моликов. Под ноги противникам не заставляешь их двигаться. Причем в одном направлении выбивали, не было входящего в спину. Ну, короче, первый элемент, на котором надо поработать ребятам из ВПП, это удержание поставленной бомбы. И нужно, конечно, сейчас закупаться. Потому что противники терялись. Много девайсов, опять же, не вынесли после прошлого раунда. Так что на эту экономическую ситуацию. Итак, слабую нужно давить. Слушаем команду Фнатик Райзен. Флэш. Флэш, мали, я не знаю. Бум. 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 Я не могу флэшить, я не могу флэшить. Я не могу мали для тебя. Можно ли мы флэшить 50? Да, я не знаю. Пойдем. Я снова бланен. Я не могу флэшить. Виндово, виндово? Да. Флэш, опять же, опять же, ребята. Бум. Верия. Один из флэш. Один из флэш. Я сплэшить, запрошу. Где-то я такое уже видел. Три в четыре занятый. Один из флэш. Один из флэш. Я сплэшить. Я думаю, что что-то в комп, так. Один из флэш. Может быть, я должен высасить. Да, на пыше. Савит. Да, слишком близко. Ну, неужели у них это получилось? Ситуация 2 в 4, даже 4 в 3 было. Удержали ВПП, установленную бомбу на базе B. Ну и, собственно, размочили счет на карте Vertigo. Поздравляем команду Virtus.pro. Все-таки добились своего. Так потели, так хотели. И вот он, заветный раунд. Если вы удивились английскому в тюмспике команды Fnatic Ryzen, ну, мы, конечно, привыкли к тому, что там в CS играют шведы, то в Академии другая ситуация, потому что Pre-Obsor и Киев — это представители Швеции, KST из Португалии, Regali — Румыния и ProSus — Германия. Потому они общаются на английском языке. Да, такой достаточно серьезный интернациональчик подъехал. Кстати, можем поговорить по поводу данной истории. Astralis представлены строго датскими игроками. Navi Junior — это Россия и Украина. B.I.G. строго немцы, Fnatic, ну, собственно, вы уже понимаете. Это сборная солянка. NIP, по-моему, там только шведы. Да. ВПП «Онли русские». Маоспорт «Соляночка». Фурия только бразильцы. Да. Ну, есть у нас, да, интернациональная академия. Интересно, как они в итоге по итогам, вернее, по итогам покажут себя. Потому что кто сильнее окажется. И понятно, что у нас раньше была риторика о том, что интернациональные составы не особо-то добивались. Но это уже мысль, которую обошли некоторые составы, выступающие сейчас на высочайшем уровне. И выступающие не только сейчас, а вообще несколько лет подряд до этого момента. Резалт ведет свою команду вперед. Это снова точка B. Четвертый раунд просто. Ребята ломают эту позицию. Такое ощущение, что это план. Как иначе еще обсуждать данные выходы на эту позицию? Потому что целенаправленно ломают Пепзора. Такое ощущение, что они посмотрели вчера на его активные действия и решили обломать рога. Там, кстати, не только Пепзор. То есть, да, Пепзор играл активно. А вот напарником Пепзора был как раз-таки парень KST. И вот у KST все же проблемы на базе B возникали регулярно. Не справляется Беплэнд команды Fnatic Ryzen. И об этом они сейчас должны пообщаться. Как, может быть, поменять что-то. Где-то занимать позиции центра, например. Поджиматься там, напрягать Virtus.4 Продиджи. Чтобы уже не отвлекались больше на другие позиции. И вот они выходы на самом деле. KST пытался играть под флешку. Там только один слепой был оппонент. Ну и дальше уже второго опорника не было особо проблем пройти. Пятый раунд на ваших экранах. Пока что ситуация равная по счету. И вынуждены сейчас Fnatic думать, как они выступят по девайсам. По пистолетам каким-то. Дигл появляется там у Просуса. Есть МК, МП-9. Но остальные, скорее всего, будет играть полное эко. Это KST и Пепзор. Потому что у них 2000. Так, смог у нас на точку А полетел. От игрока атаки. На карман, вернее. Киев. Подсажен на центре. Это тоже интересно. Но вот я ожидал чего-то такого, например. Потому что раз у вас не получается обороняться на точке B, рампа горит, постоянно вас там проходят, то пользуйтесь другими позициями для того, чтобы там выигрывать перестрелки. Ну, кстати, мы уже точно можем сделать выводы, что ВПП видели. Карту кэш в исполнении Fnatic Rising. И, собственно, готовы их удивлять. Четвертый раунд подряд под базу B. Пока что размен один в один. Пепзор забрал резаута. Бладик дальше отвечает двумя минусами. Выключил, наверное, самых опасных. Жестко. Все, проблем здесь быть не должно. Жестко поработали. Мы, конечно, больше вы ожидали от Девайса, который сидел на пленте. Но такое ощущение, что даже не услышал проходящего Бладика на пленте возле холодильника. Нашел свою смерть один из опорников. И Киев тоже получает маслину от героя этого раунда. Потому что минус 4. Снова квадрокилл от игрока команды Virtus.pro продержи. Они выходят вперед. Поздравляем. Ну а Fnatic закупается. Появляется снайперская винтовка. Наконец-то для себя смогли они оформить этот девайс. И сейчас мы посмотрим, как он сыграет. Насколько эффективный будет. Кстати, если говорить про экономику, то вот за три подряд выигранных раунда команды ВПП экономически очень хорошо выглядят наши ребята. Денег более чем достаточно. Сбить такую экономику будет крайне сложно. Но все же Fnatic и постараются. Промах от вражеского снайпера Regali, плотно попадающий во вчерашнем игровом дне, сегодня начинает не самым лучшим образом. Ну и наконец-то. Ну и то, что касается снайперской винтовки. Да, возвращаемся мы в родные пенаты. Да, к точке А, которая часто на вертига прожимается, напрягается, разгорается все. Дымы скоро полетят у нас в коннекторы на хелпу. И в общем-то вопросу забудет Роботенка, потому что могут его в такой ситуации отрезать от тиммейтов. И он должен это понимать. И второй там тоже поджидает выход из кармана. Это Киев, который вынужден помогать процессу. Или они будут подсаживаться. Вообще непонятно. Флешка от Regali. Агрессия не за горами. Вот она полетела. Первая, вторая. К этому готов Чирпл, который не слепой. Второго тоже сносит просто без шансов. Третий сюда же полетел. Два на пять. Остается команда Fnatic Ryzen. У них вообще ничего не получается. Regali получает спрей от Владика через дым. Пи-обзор последний. И мы только что с вами, дорогие друзья, получили подтверждение, что у нас не работают у команды Fnatic Ryzen ни точка А, ни точка Б. А еще мы получили подтверждение того, что выводы делать по одному сыгранному матчу, наверное, не стоит. Вот если анализировать все увиденное во вчерашнем игровом дне, все же казалось, что это будет нелегкая, но все же победа для команды Fnatic Ryzen. Сейчас мы видим максимальный настрой от ВПП. Да, это только начало. Тем не менее, начало многообещающее. Я просто когда смотрю на такие моменты, что вот остается в хелпе один из игроков в атаке, вернее, защиты, и сразу смотрю, есть ли у него диффузы и смог, потому что, ну, кто знает, если бы разбрелись по карте Virtus.proprodig, то мог бы там подойти по обзору. Но нет, это дисциплина команды ВПП. И вот он cheerful. Еще раз смотрим на красивейший момент, как он вырубал, сносил головы опорникам Fnatic Ryzen, которые сами хотели выйти с флешками, но, видимо, эти флешки вообще были неэффективными, потому что никто не ослеп из стана атаки на этой рампе. И сейчас защита, вынуждена играть с пистолетами. Некоторые первые арморы тоже смогли купить. Это Pepzor и Prosus. Активности на центре. cheerful к этому готов. Одного второго уже заметил. Ой, от кива там залетает через стену. Вау. Вот это прострельчик. Это было дерзко, и явно cheerful такого не ожидал. Будет ли подобранный АК-47, пока что не торопятся в этом элементе ребята из Fnatic. Ну, а вот Бладик уже пытается вскрывать позицию Аплунта. Перестрелка против... Кто же там? Кив? Кив. Ну, я думал, больше будет урона сразу же, но Молика нужно уже отрезать его. Бладик понимает. Тиммейты помогают. Молотов полетел еще и направо. Там под бустом находится кейс. И уже нет. Забудьте об этом. Просус под контролем Ломика. Все четко. В спину не зайти. И вот уже преимущество по живой силе у команды террористов. Бладик там вообще не дает даже выйти. Там Руфайр говорит, пацаны, не торопимся. Я в спине. Как раз-таки нахват Пепзора. Ну, и тиммейты на Аплунте разобрались. 5-2. ВП продолжают уверенно набирать раунд за раундом в атаке на карте Вертига. Да, пока все по сценарию идет этой команды. Все прям получается. Видно, что они себя чувствуют как рыба в воде. Здесь на этих этажах Вертига. Фнатик не могут никак подстроиться. Снова купили они, конечно, снайперскую винтовку. И Регали сейчас будет помогать своей команде. Надеемся, вот он кип, его прострел. Сексуально было. Но мы-то видели, как закончился данный раунд. Не смогли успеть помочь там на точке А своему тиммейту игроки команды Фнатик. Да и как там вообще выйти, если все под контролем Гладика находится. Резалт. Флажки были на рампу точки Б. Регали подсаживает тиммейта на миде. Сам смотрит просвет. Выход через Азик. Ну и как сыграет сейчас Фнатик? Райзен. Есть первый минус. Руфаер падает. Черфул даже не задумался о том, чтобы нужно идти на размен, потому что там может еще второй быть. Это понимает игрок команды ВПП, но будет чекать до конца левый угол. Кейсти. Ой. Какие тайминги. Кейсти – это парень, которому однозначно не повезло в этом моменте. Промах от Регали. Ну и дальше просто может держать угол. Понимает игрок атаки, что репикать не стоит АВИК. Одно из правил контр-страйка. Тот уже готов. В принципе, будет в тонусе для того, чтобы уже со второй попытки попасть. И тут еще интересная подсадка у защиты, которая нацелена на то, чтобы убить нижнюю рампу. Так, я бы ее посмотрел от третьего лица. Вот просто как это выглядит. Насколько эстетично смотрится конструкция из 90-х на карте Вертига. Если отлететь в левую сторону, да. Так что БПУ. О, спасибо. Та ты шо. Та ты шо. Красота. Как прекрасно. Точка А. Но это минус Бладик. Вертига. Нет. Бладик просто забрал вот так вот. Ой-ой-ой. Там, конечно, проспал немного игрок защиты данный выход. Киев над собой флешка. Бладик его тоже сносит просто с плеча. 2 на 4 бомба устанавливается. Это очередной провал команды Fnatic Rising. Мы вынуждены констатировать. А как еще иначе тут сказать? Результ. Ну, тут все такое не выбивается. Это понимает и легали, и пепзор. Выносите это ВП и М4 в следующий раунд. Шестой подряд. Шестой подряд раунд в атаке для ВПП. Ну, молодцы. Молодцы. Приветствуется такая история. Ну, знаешь, такое ощущение, как будто они идеально понимают, как играет их соперник. Да и все получается. Стрельба сегодня у ВПП на достаточно высоком уровне, а вот про Fnatic этого не скажешь. Да. Это... Ну, это уже то пальто. Сто процентов. Вспоминается вчерашний матч. Там, конечно, тяжело ребята запрягали. Очень долго раскочегаривались. Но здесь иной момент. Вот мы видим, как вот все-таки, да, начало раунда 5 на 4. Казалось бы, что может пойти не так. И вот в этой ситуации тоже. Почему-то просус не среагировал. Честно. Я думал, что он раньше начнет стрелять. Очень долго, реально. Вот там такое ощущение, как будто муха в рот залетела. И что-то происходило непонятно. Короче, проспал Швед этот момент, за что был, собственно, наказан. Просто у нас Швед или не Швед? Просус, Просус, Просус. Сейчас скажу точно. Немец. Немец, ага. Немец. И Швед у нас сыграл на размен только что против Резальта. После падения регали от Ломика. Снайперская винтовка переходит к KST. И как он с ней сыграет, учитывая, что тиммейты. Два с пистолетами, один с Калашоми. Нужно сейчас для себя какую-то территорию выигрывать. Понимает, это Снатик Райзен. Правда, у Пеп Зора это не получается. Он погибает на точке B. Ромпа для него сейчас это точно не коронное место. KST, правда, с авиком пытается сыграть. Киев, хае на дефолт тоже готово. Прома, какой обидный. Но есть хае от Ломика. Ничего не осталось в этом раунде. Просус с АВП. Он уже успешнее, чем его тиммейты однозначно. Но как дальше сыграть? Два на два. Руфайр и Бладик остались. Ой, как же круто дергает сейчас Бладик своего противника. Но Руфайр пытался пройти через смок и был наказан. Бладик один на один остался против Просуса. Это АВП. Он понимает, что может переключаться на пистолет. Противник и... Да, не получается Бладику выйти, найти голову. Просус был очень хорош. Сыграл под смок. Вот именно Дым для него сыграл наилучшим образом в этой ситуации. В итоге Фнатик выходит на свой третий раунд. Они его выстрадали. Да, нежданно-негаданно. Это произошло... Ну, вот тебе выбитая снайперская винтовка, которая приносит свои воды. Отмечаем KST. Ну, вот точно так же, как и во вчерашнем игровом дне против Maus NXT. У KST дела обстоят крайне плохо. 1-9, 1-9. И этот парень, ну вот уже второй день подряд, это не случайность. Ой-ой-ой, закидка на точку А. На рампе сейчас будет война. Там еще Киев, будучи слепым. Не дает пройти ломику на размен. Бладика тоже потеряли. Бладика терять не хотелось бы, учитывая, что он очень круто работает. На старте этого вертига. Ну, и Fnatic принимает, наверное, единственное правильное решение в этой ситуации. Просто отойти уже после первого контакта в глубину Аплента. Не стоит воевать дальше за рампу и отросток. Это понимают ребята. Минута до конца. 3 в 5 ситуация. Результ, Чирфу и Руфайр. Кстати, если говорить про Руфайр, это, наверное, рекордсмен. Он самый возрастной игрок в рамках WePlay Academy League. 26 лет этому парню. Выступает, наверное, не только тренером, ментором, духовным наставником. Я думаю, еще и отцовского леща может выписать, если кто-то будет шалить или не выполнять установки главного. Да, но пока можно быть спокойным. Но не в этом раунде. Интересно, как дальше отыграют Руфайр и компания, которую составляет ему Результ. Ой, там флешка не попала, видимо, Результ. Но есть еще одна. На мидл неплохая кейст. И нужно зажать. Руфайр это понимает. И да, без шансов совершенно. Правда, пи-обзор на точке B не дает пройти окно. А тем временем перетяжка обратно к А. От Чирфу и Регали готов принимать. Чирфул не забирает проспаса, который тоже там выходил в полный рост. Вместе с тиммейтом. Результ последний остался. Но же в этой ситуации не нужен был в руках. Какой свитч? Нельзя так делать? А-та-та. Сразу же наказывают. Никогда не делай этого. Свитч это болезнь Counter-Strike. Самая бесполезная тема на самом деле. Я понимаю, что привычка. Это вредная привычка, вернее. Но многие просто отучиваются. И потом видят результат. Самое главное. То, что действительно ты начинаешь меньше умирать. Как говорит Игорь Сопов, у вас свитч головного мозга. Молодой человек. Тут все подходит. Чисто стока. И молодой человек, и свитч. Ну, короче, не делайте так. Не делайте так, убедительная просьба. Если хотите убивать как можно больше. Тактическая? Интересно. Два подряд проигранных раундов в атаке. И вот АВП заподозрили, что что-то идет не так. Возможно, фнатики нашли тот самый идеальный сетап в обороне, который позволяет им праздновать победу во втором раунде к ряду. Да, получается останавливать рампу А. На центре тоже они начали воевать. И, кстати, видно, что Rufire читает тоже эту тему. То, что они так вот пытаются выходить на миддл именно. И напрягать того же KST там стоит в каждом раунде, потому что у него откровенно игра не идет. Не хватает именно, возможно, его какого-то фрага. Где-то работенка пыльная. Мы его отмечали вчера, что в защите не пошло. Потом в атаке. Вернее, сначала они играли в атаке. Потом в защите KST набрал свое. Возможно, сегодня как раз вариант наоборот. То есть он балансир думает. Вот сегодня солью в защите. Постановлен всемирный баланс вообще KST на нашем чемпионате. Надеемся, что получится. Все-таки давайте поддержим этого парня. Потому что так стартовать никто бы не хотел из нас. Будем честны. Первая катка там не задалась. Хотя могли выиграть ее Fnatic Ryzen против Maus NXT. Сейчас вот Virtus.pro вырубает. Просто, видимо, без шансов его. Тут нужно еще на ADR посмотреть, правда, его. Может быть, он там по гранатам выступает лучше. Или какие-то ассисты тоже. Хотя ассистов я у него не вижу. Нолик. Он выступает одним из опорников базы Б. И, знаешь, кому он может по обзору гранаты накидывать? В теории, да. Но чаще всего он погибает первый при попытке перестрелки с вражеским игроком. Но вот тут отмечаем, что сегодня VP действительно хороши в плане в этом элементе. Но у них сегодня залетает. Выходит у нас пока один игрок команды Fnatic Ryzen. Возвращается регалия. Это снайпер. Есть у него деньги на то, чтобы забрать свой любимый девайс из магазина. И у нас начнется уже 11-й раунд. Это первая половина. Напоминаем вам, что все абсолютно матчи у нас играются одна карта. Есть система Round Robin, то бишь дома в гостях. В общем-то интересно, что в итоге из этого получится. Понятно, что эта система не так часто в последнее время используется. Она получала свою критику из-за того, что последняя какая-то часть, вот процентов 20-30 матчей, могут не то чтобы что-то большое означать, но мне кажется, что они будут значить в рамках нашего турнира, потому что ты так смотришь второй день, а команды выступают неоднозначно. То есть сегодня одна у тебя карта, завтра совершенно другой Counter-Strike может быть. И в исполнении Virtus.Prom мы как раз видим такую картину сейчас. Я даже тебе больше скажу. В рамках нашего турнира есть три гарантированных путевки на лан-финалы, и четвертое место будет разыграно между четырьмя командами, правильно? Соответственно, в теории тебе есть смысл бороться за попадание в топ-7. Стадия перчатки. Как это? Гэнглот. И кто войдет вообще? Какой будет у нас состав лан-финала? Тоже интересно. Кого мы будем принимать в конце августа в Киеве? И я не вижу просто… А, это игрок Virtus.Prom Prodigy по пологой. Я его узнал по логотипу, потому что слишком темно. Опа! Дружочек у нас там появился тоже. Болеет за команду Virtus.Prom Prodigy. Ты про Котофея? Там собака была. Это собака? Ну, скорее всего, да. Могу ошибаться, конечно, что у нас такой ракурс. Ну, шведы показывают нам… Не все шведы в команде Fnatic, но, опять же, те, которые показывают. Скандинавский стиль. Все светленькое. В общем, ждем мы начала. Пока нет информации, что там о них происходит. И Virtus.Prom Prodigy, да, карта, которая часто появляется. Я так понимаю, что у нас это будет каждый день происходить. Плюс-минус. Леша будет рад. Конечно, рад. Слушай, есть такой момент, что если тебе что-то не нравится, попробуй это полюбить. Ну, как бы, чтобы тебе просто проще было, а не идти в отказ и вообще не принимать ничего. Но это Алексей, вы же сами знаете. Он вообще там у нас на Инферно на петухах катался. В общем, там гонял вообще нормально. В прошлой карте мы его запечатлили. Ну, а на следующую карту он тоже придет комментировать. Так что ждем. А дальше у нас, кстати, Na'Vi будут играть, если не ошибаюсь, да? Na'Vi сегодня выступает против одного из сильнейших составов нашего турнира. Это будут Young Ninjas. Но! У нас там реплей. Все-таки я думал, что игра началась. Продолжение. Я на звуки ведусь. Блин, сегодня какая-то беда у игроков с Connect. То есть раз за разом возникают проблемы то с интернетом, то с ПК. Но благо Регали вроде бы уже проблемы свои устранил и может продолжать. Кстати, по поводу Регали. То есть как же круто он начинал карту Вертига. Квадрокилл в пистолетном раунде. Оформили шикарное выбивание в ситуации 2 в 4. Но после этого Регали сделал всего-то навсего один минус. И это тот снайпер, которого мы очень, скажем так, сильно выделяли во вчерашнем игровом дне. Не хватает его, это факт. Ждем подключения. Ну, на сервер зашел, но пока у нас нет старта. Надеемся, что пауза пройдет. Обманул немного наших зрителей. Дальше у нас игра между Astralis Talents и B.I.G. Omen Academy. А потом уже Na'Vi Young Ninjas. Вот это будет интересно. И смогут ли Na'Vi уже сегодня выступить лучше? Na'Vi Junior вчера выступали в ранге фаворитов против неизвестности. Потому что мы не видели этого состава B.I.G. Academy. По сути, это тоже был дебют, но какой там вообще какие-то совершенно дикие ребята в составе есть. Я вам рекомендую посмотреть на то, как будут играть Aqua в первую очередь. И кто там у нас еще? Glaved. Вот, да, сильные очень парни, которые по итогам первого игрового дня вошли у нас в топ-5 по личной статистике. Ну, Glaved вообще, наверное, это какое-то открытие, мне кажется, за этим парнем будущее. Вот, честно, пришел домой после этого, посмотрел по статистике на HLTV. И в своем предыдущем составе, они выступали в рамках каких-то немецких лиг, наверное, он там зажигал. Он точно так же был в роли фаворита и, точнее, локомотива, который на себе тащил коллектив. И действительно заставлял соперников задуматься, что с этим парнем лучше не шутить. Это так. Вчера Na'Vi на себе ощутили его мощь. Na'Vi Junior испытали сложности, скажем так, и надеемся, что смогли исправить. Где-то, мне кажется, просто они сами себе усложняли игру. И какие-то моменты более прямолинейные ребята из B&J Academy перестреливали. И, с другой стороны, был у нас герой у Na'Vi Junior, тот же Аункер, который попадал часто, и два квадрокилла у него было. Причем это было, насколько я помню, в девайсных раундах он неплохо оборонялся на точке А. Но, с другой стороны, с точки зрения командных действий было очень много неуверенности. Это тоже было видно, что где-то по позициям, может быть, ну не то чтобы не разобрались, понятно, но играли не на твердых ногах. То есть как-то поплыли ребята. Ну, знаешь, больше всего меня удивило, наверное, выступление Моноси. То есть вот ожидания, реальность оказались не такими яркими, как, наверное, я того ожидал. Ну, плюс еще давление высокое, да, потому что от него многие ожидают того, что он будет выходить и вырубать без шансов. Но ему еще, думаю, надо пройти довольно большой путь для того, чтобы вот так все было стабильно, например, в официальных матчах. То есть комьюнити, которая насмотрела из роликов на ютубе, она уже требует Моноси прямо здесь и сейчас. Это же совершенно другая ситуация, когда человек, например, играет там где-то в FPL или просто там на фейсите, или потом у тебя уже официальный матч, где выступаешь против команд, которые тренировались. И мы надеемся, что все-таки у него все получится. Это еще игрок, у которого куча времени для того, чтобы улучшить, а он улучшается с каждым месяцем, я уверен. И нужно просто… может быть реально давление, действительно, потому что, с одной стороны, уже он привык, скорее всего, к этой медийке, да, то, что к нему обращены взоры многих людей. Но, с другой стороны, это все еще очень большой пресс, большая ответственность, потому что у него может быть большая сила. Но это мы узнаем еще дальше. А у нас стартует матч, вернее, продолжается, наконец-то стартует, вернее, 11-й раунд. Да, дождались. Проблемы позади, надеюсь, больше они нас не потревожат. И мы спокойно сможем, ну, так, наблюдать пристально за всем происходящим на карте Вертига. Итак, 6-4, два раунда подряд от команды Fnatic. Остановили победную серию от ВПП из шести и теперь уже пытаются построить свою. Насколько их хватит, ну, вопрос интересный, потому что экономические ВПП по-прежнему сильны. Подгорает немного результ по точке АБ, о нем известно, КСТ. Вместе с Киевом решили сыграть активно на центре. И такое ощущение, что игрок ВП, вот, будто шестое чувство какое-то было, потому что он дальше не пошел. Ну, это Руфайр, самый опытный, не просто так появился в составе. Возможно, где-то учуял вражеский запах, говорит, не-не-не, не-не-не, только не в этом раунде, сюда я точно не пойду. Это снова А, это Рампа. Да, кстати, будут ли занимать близко Fnatic Ryzen? Такое ощущение, что у них был план таков. Пройти через отросток, кого-то удивить. Но сейчас вот готовится уже Молик за плент от Руфайра. Бладик занимает карман. Там Регалис АВП. И мажет, но с другой стороны Руфайр уже заходит, его увольняет. Бладик нашел процесса. Ну и Киев пока что за смоками пытается что-то сделать. Молик неплохой, но Руфайр успевает отойти ближе к карману. А там Ломик уже с АВиком тоже будет помогать отстреливать выходящих на дефуз игроков защиты. Они должны попытаться все-таки... Ну, это будет сейв, скорее всего. Нет, это сейв. Да, там уже по Киеву это понятно. Хотя еще одним смоком закрывает ВП-продивший. И уже точно после него они должны задуматься о том, что это нереально. А именно выйти и разминировать бомбу. И очередной раунд появляется в строке у Virtus.pro. Ну вот стартовые дуэли это то, что пока не задается у команды Fnatic Rising. Раз за разом эти дуэли выиграют игроки ВПП. И, собственно, за счет этого занимают комфортные позиции и выиграют раунды. А если бы на секундочку представить, что вот ВПП не проигрывает пистолетку 2 в 4. После этого не проигрывают 4 в ситуации 3-3 на базе боя с установленной бомбой. То тут мог бы быть разгромный и очень комфортный счет для молодых ребят из Virtus.pro. Ну как к Fnatic играть, да? Как вот им подстроиться под эти медленные занятия территории. Уже не первый раз я для себя отмечаю, что ВПП занимают позицию и это происходит без крови. То есть какой-то у нас очень зажатый коллектив Fnatic Rising сейчас. Но Regali вновь начинает раунд с центра. Он сюда очень часто ходит. Там дефолтная флешка для того, чтобы он отошел. KST помогает, откидывает молотов на возможный выход оппонентов. Но те не спешат, наверное, будут подсаживаться. Хотя, учитывая, что их четверо, могут и так ворваться на окно, например. И так получается Regali. Убивает одного, это Rufire. KST уже под окном сложно будет выйти туда. Это вообще выход на точку, а через центр? Интересно. Такого еще не было. Киев получает информацию от своих тиммейтов. И нужно просто вместе с ними сыграть. Как-то дождаться убить одного из выходящих. Но нет, Regali там нашли. Блайник убивает опорника от точки А. И сейчас вот еще и перетяжку поймает. Это был KST, который вроде как неплохо выходил. Попал по голове, но не добил. Обзор последний. Он на центре. Это опорник точки Б. Об этом знает команда ВП Продиджи. Бомба поставлена. Все четко. У них все получается, как бы они не выходили на эти пленты. Вот мы видели. Рампа А, пожалуйста. Ну, заготовность Б. Рампа занимается. Центр только что продушили. Тоже неплохо. И такое ощущение, что Фнатик вообще не понимали, куда идет бомба. Ну, по факту так и было. Потому что два игрока находились на базе Б. И все-таки расчет был на то, что именно туда отправится команда Virtus.pro. Но ВП оказались хитрее, продуманнее. И вот здесь, наверное, тот самый коварный колл от Truefire сработал. Погибая первым, наверное, как на скрипке руководил действиями своих подопечных. Ну и, собственно, это позволило взять ВП восьмой. Ну и, собственно, гарантировать себе победу в первой половине. Все четко, уверенно, поступательно действует команда ВП Продиджи. Можно и не то, чтобы можно, а нужно больше забирать себе раундов. Им позволяет очень широко играть Фнатик Райзен. И я не исключаю, что в этом раунде защита будет играть очень агрессивно. Потому что это какой-то поджим в центре. Возможно, десант на рампу А. На что угодно, только не играть так, как они выступали до этого. Потому что не работает данная схема защиты сейчас против ВП Продиджи. Скорее всего, последняя закупка для Фнатиков. После этого придется провести планово и экономически. Если раунд все же проиграют. Агрессивно действуют на рампах. Но, как мы видим, ВП к этому готов. Хотят выгнать обратно в лифтовую шахту своих противников. Нет, им получается просто ворваться через Молик. Хотел удивить. Владик к этому, правда, готов. И он тут еще аудиально знал о том, что будет пуш. Потому что услышал, как подгорал там на этом Молике игрок защиты. Так что здесь реакция сработала тоже. Чирфул подсажен на миде. С халпы не может до сих пор выйти игрок с МП9. Это Регали. Закрывается окно с Маком. Руфаер. Как же круто подошел сейчас под Мидл. И к этому не готов был Регали. Но все-таки перестреливает этот калаш. Один в один. Пока размена. Тут еще и БРАМПА тоже поджимается. Пи-обзор. Наконец-то успех для него. Минус Владик и Резальт. Остались Ломик, Чирфул. Два в четыре. Ну, интересное, кстати, решение от Фнатиков. Солидное укрепление на базе боя. Это сработало. Отмечаем Руфаера, который проиграл стартовую перестрелку. Зато Чирфул исправляет ситуацию. Два минуса. Регалики погибают. Времени, кстати, более чем достаточно. И ВП могут развернуться в этом раунде. Ой, это будет вообще приступ, если Фнатики такое проиграют. Но зато баланс сил будет восстановлен. Два в четыре взяли. Два в четыре проиграют. Ой-ой-ой. Ломик решил уже активно двигаться. У него не так уж и много времени. Тоже понимает, это игрок ВПП. С другой стороны, пи-обзор. Под бустом получает себе моллики. Ха-е неплохо. Что? Чирфул нашел еще и КСТ. Но как же круто отыграл Ломик. Тут все прочитано было. И этот трехочковый залетел. Да, как кольмол от Махаешка просто идеально. Вот знаешь, казалось бы, ничего не предвещает беды. Два игрока отправлялись в сторону базы Б. Но вот Чирфул взял и разобрался. Взял и разобрался. Я требую повтора в исполнении этого парня. Вот, наверное, тот самый показательный момент. Красавчик. Просто красавчик. Девятый или уже десятый забирает ВП? Уже очень большой отрыв, да. Задумались. Фнатик Райзен. Пока действительно то самое. Райзен. Не получается, не могут они восстать. И слишком уже много забирает действительно противник за атаку. Ломает вообще каждую точку. И да. Куда уж без этого у нас. На вебках. Прямо в вебку. Отдумаем-ка я прямо в вебку. На Чиле. Просто берутся 9 раундов против Фнатик Райзен. Но это так выглядит. Только что легко. На самом деле, ребята, тут напряги. Там постоянно Фнатики пытаются выйти на свои первые фраги. В этом раунде тоже старались это сделать Киви КСТ. Но, правда, отлетает от Труфайра, Чирфула. Ломик. Отличная работа Бета уже прочекал. Пи-обзор в никуда. Там шел Регалий и Просус 2 в 5. Но это должен быть уже десятый, да. Против пистолетов команды Фнатик в ВП проблем пока что не возникает. Регалий и Просус в поисках своих минусов в этом раунде. Знаешь, по-моему, ВП настроены забрать чистый раунд и никого терять не собираешь. Настроены души до конца уже, до одиннадцатки своей. Но лайдик, выход спина, все четко. Там, правда, второй спрей не такой уверенный, но нормально. Доработал по Регалии. Вообще Фнатик смотрится слабо, что ли, на Вертига. Такое ощущение, что... Ну, если бы я не видел вчерашнюю карту против Маус и NXT, я бы сказал, что у них не готов вообще Вертига. Или это проблема того, что команда не так давно собралась, то бишь это до сих пор еще микс, но против ребят, которые тренировались. Больше, наверное, сложно играть такую карту, как Вертига. Ну, это факт. Но все же, знаешь, тут именно не хватает огневой мощи. Вот ОВП в плане стрельбы в этом матче проблем особых не возникает. Да, есть яркие персоналии, которые выделяются. Но вот у Фнатик есть просто огромная дыра в лице к KST, у которого один фраг, 13 смертей. И вот он пока что свою игру найти не может. Это была снайперская винтовка в руках KST, которая погибает, не сделав ни минуса. Пепзор разменялся. Ну и, собственно, 3 в 4. Да. Дальше уже можно медленнее сыграть, учитывая, что под А не занимали рампу ребята из ВПП. Чирфилл только под Б остался. Будет раскидывает, да. Вспомни, мы же говорили, что вот когда у тебя не получается автоматического оружия... Бери авик. Да, бери авик. Это девайс, который позволяет тебе просто раз нажать мышку. И это была статичная позиция. Это был шанс для KST сделать второй минус в раунде. Но он и здесь не справился. Да, я тоже хотел отметить это решение. Киев. Может быть, он нет. Думал, что сможет выступить героем этого раунда, но в итоге остался только Рикали. Он, конечно, слышит передвижение своих оппонентов под Б, то, что они будут выходить с бомбы. Но это и так уже понятно, куда направится у нас пакет. Ломик ставит его. Ну, давайте посмотрим на Рикали. Может быть, он как-то сможет красиво кого-то забрать. Но Бладик с этим не согласен. Это будет точка в раунде. И довольно просто. Четыре раунда всего лишь у Фнати Крайзен в этой защите. Мало можно отметить какого-либо позитива в принципе. Вся команда сейчас отключена. Да, KST, вот вы скажете, мог бы убивать больше. Но, честно, вся команда не играет. Того же Пеп Зора на Б проходили и не раз. Ломали Рикали с Авиком встречали и ликвидировали тоже. Но Бладик, конечно, хорош. 21 на 7. Это парень, который часто выходил просто в соло, открывал пленты. Чирфул тоже помогал ему в этом плане. Но как опенфрагеры действительно они смотрятся очень выгодно. Особенно на фоне Фнати Крайзен сейчас. Ну вот какое многообещающее начало. Регали, квадрокилл в пистолетном раунде. Он просто обезоружил всю команду Virtus.pro в этом выбивании. Но дальше... Дальше... Дальше ВП включились. Вот, наверное, это... Сильные черты характера. После такого обидного пистолетного найти в себе силу собраться и просто уничтожить соперника. Не опустились руки, просто продолжили играть в свой Counter-Strike. Вспоминаешь, как начиналась эта половина. Тут, да, вроде там Фнатики, знаешь, выбили нереально. Первый раунд, второй. Но все еще у них постоянно были какие-то неуверенные выходы. Опять же, и ВП это чувствовали. Когда они закупились уже третий раз подряд, я уже понял, что они просто будут ломать дальше. КСТ как у нас погибал. Но, честно, вот как только включали у нас КСТ, то без шанса его выруб... Вот как бы он ни играл, он уже занимал у нас и буст на центре. И за песками там сидел тоже, за цементами, вернее. И с авиком вот этого он играл только что на точке B, вернее, от Орегали. Ну ладно, там же убивали у нас КСТ в последнем раунде. Как бы он пытался, он старался менять расположение, как-то играть вместе с тиммейтами, но ему уж слишком жестко залетало. Магнит. Так называют очень часто игроков, которые погибают много и мало урона могут вообще нанести, потому что там с одной вырубают. Б есть. Под Б. Ну, знакомьтесь, это наши ребята, тут вопросов не возникает. Хорошее начало, это в один стикер. Дальше без комментариев. Ваня, я за тройку, я за тройку крестить пошел. Я чувствую, это раунд, вот этот молик очко и Б, блядь, будет. Я тоже чувствую. Оу, еее. Квадрат один разъебал меня. Ух. Не идет. Не идет он, не идет рам. Поменяемся, хочешь? Давай, давай, давай. Дите, помогайте, че у нас красный там, блядь, пиздец, пацан. Он на рампе был. Подачу нельзя, пацаны, нечем ретейкать. Ну, у меня есть диффуза, конечно. Я пойду стану на тройку. У меня просто 10 хп, чтоб мне только въебало стреляли. Я бы попизден. Раскита. Смог, правый, смог, левый. Рампа, заходят. Я смог, шхуяк. Молик, тройка. Дай мне буст на медведя. Я фу. Лех, буст на медведя. Давай. Миддл два. Миддл два, вышли. Я смотрю. Одного убил, еще один. Раз. Еще один миддл. Давай, 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 ебаш. Убил миддл. Найс. А, да, да. Это. Они зафига, убега, поставят. Близко один. Бля, убил меня. Сайд, сайд. Гараж, гараж, он где-то перед гаражом. Дефолт, без брони. Близко был еще. Да, двоем. Наверное, на моем угле стоит вот это. Да, ну либо вообще на ебану там. Катайся, я здесь и про. Давай, Жек. Крутись, нахуй. Цемент. Цемент, дай. Цемент, дай. Цемент, дай. Сюда, ты угол. Распешили, парни, нашу. Сейчас выиграем, заебал. Оф, хуяриво. НТ. 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 Блин. Ну, это была солидная пистолеточка от команды Virtus.pro. Очень многообещающее начало, но самое, что ни на есть, смазанная концовка. Ну, с моралью все неплохо. Да, руки не опускаются. Мы услышали, до последнего ребята борются, даже когда уже бомба там взрывается, все равно поддержка. Мне вот интересно было, кто говорил в конце, потому что, ну, это однозначно душа компании. Компаник и вообще академии команды Virtus.pro. Самое интересное, что ребята же прекрасно понимали, что это включение, это пистолетный раунд, и вас могут включить. Вот она, трушная инфа от команды Virtus.pro. Ну, друзья. Ну, а Фнатики молодцы, сыграли. Видим ли, как они выходили на точку А. Все четко отработано было, но иглоки, конечно, здесь палачами выступили. Каждого выходящего на ретейк игрока Virtus.pro.pro.digi. Смотрим 17 раунд, там тройная подсадка была на хелпе возле кармана. Это точка Аруфаер тем временем отвечает за центр вместе с еще одним тиммейтом. Ну, а Фнатики пока никуда не спешат. Я готов дальше смотреть игру только с TeamSpeak от команды ВПП. Это должно быть очень жарко. Так, ладно. Надо собраться. Тяжело, конечно, после таких пистолетных. Да. Ломик. На кармане. Там уже было жарко, как ты сказал, тоже ему. И Фнатики вообще нереальная пауза какая-то. Они никуда не хотят выходить по одному. Понятно, здесь очень важный раунд. И нельзя давать форс оппоненту. Так там топает Кив на рампе. Но Бладик его не видел. Там лежал смог. Ломик будет откидывать свой смог уже довольно в позднем тайминге. Сейчас в конце. Посмотрим, как Кив занимает с МАК-10 близ дистанцию возле точки А. Но как играет его команда? Она вообще перетягивается? Кив на себе держит сейчас большинство игроков команды ВПП. Интересно. Да, чем же все это закончится? 20 секунд до конца. Там уже полным ходом идет атака Фнатикам на базу Б. Здесь проблем возникнуть не должно. Первый на холпе оказывается Руфайр. Проверил, раздобыл информацию. А вот что будет дальше? Резаут. Минус Певзор. Ну, все-таки, наверное, стоит сохранить. Дигвы на следующий раунд и постараться их как-то более качественно реализовать. Да. Ну, четко Фнатик тут поработали. Как они раскидали Аплэнд. Вовремя развернулись. И получше в том подобрались к другой позиции. Но там уже ВПП не смогли угадать. И сейчас нужно идти на сейв. Там пистолетов, МП-9. Хотя бы что-то с этого раунда вынести. Но на позитиве пока, ребята. Ну, опять же, тут смотришь так. Например, парочку раундов еще возьмут Фнатик. И потом, что будет происходить в TeamSpeak. Это страшно подумать, если на пистолетке уже. Да. Но ты же помнишь, там, если я не перепутал голос, то Руфайр говорил. Ребята, ну, там, что-то... Мы как-то поторопились, он сказал. И мы сказали, не переживай, возьмем. Сейчас выиграем. Сейчас выиграем. Ну, давайте смотреть. Было сейчас выиграем. Опа. Очередное включение. Это наш коллега. Англоязычный, я так понимаю. Мэй Сукке. Насколько я понимаю, помню его никнейм. Но, кстати, знакомое слово слышал в пистолетке. Да, там, я думаю, можно много чего еще услышать. И нашим зрителям, конечно, интересно. Да и нам. Так что всегда смотрите внимательно. Вернее, слушайте пистолетные раунды. Особенно вторые. Потому что там часто происходит у нас в TeamSpeak и команд. Просус опасается выхода через рампу точки А. Откидывая дефолтные флешки. Тем временем тиммейты. Фнатик, Райзин. Не стоят на месте. Посмотрите, что происходит вообще там. Как же они выходят на это? Бэй, Резалтон. Кадмо снимает в итоге Руфайра. Руфайра тоже потеряли в этой перестрелке. Пи-обзор. Раскручивается дальше на ломика. Чирфул и Бладик. Два на четыре. И в смоках только придется действовать. Потому что они обновляются. Там еще пытаются выйти Бладик. Но Кейсти его подрывает. Кстати, Кейсти, что там у него? Четыре уже. Четыре. Ну, посмотрим. Реально может быть зеркало. Вчерашнего матча. То, что первая сторона не получается. Но потом с лихвой. На второй половине он раскрывается. Как Феникс. Крылья. Дам-дам-дам-дам-дам. Ну, готовы мы, наверное, потихонечку приступать к первому оружейному. И вот, наверное, он даст нам понимание того, что будет происходить на этой карте Вертига. Увидели ли мы полноценный камбэк от команды Фнатик. Либо ВП все же соберутся. Соберутся и, ну, пацан сказал, пацан сделал. Позже возьмем. Возьмут. Возьмут, конечно же. Да, но уже отдали очень много денег своим противникам. Посмотрите на экономику команды Фнатик Райзен. И они готовы дальше закупаться там. Есть АВП. Вот Регали купил его Пепзор. Богач. Который, правда, все деньги потратил. Ну и с другой стороны тоже АВИК у Ломика. Два АУГа. М4А, 1С у Руфаера. И МК без глушителя Блатик. Посмотрим, как в этом наборе отыграют сейчас на точке Б у нас. Экшн готовится вообще или нет? Пепзор как всегда туда подходит. Ну, точно так же, как и во вчерашнем игровом дне. Пепзор действует в качестве люркера. Под аппунтом тиммейты пытаются двигаться по рампе. Черфов находит первый минус. Важный. Очень важный. Ликвидируя процессы, гарантирует численный перевес. Для команды Virtus.pro.prodigi в первом оружейном раунде. Есть контакт. Что дальше? Киев готов откидывать молотов под отросток. Будет ли играть агрессивно дальше? На самом деле тиммейты тоже должны подойти. Вообще очень широко действует команда Fnatic Ryzen по карте. Сейчас посмотрите на левую верхнюю часть экрана. Каждый пытается отыграть на своей территории. Отрезать хотя бы одного из команды VP Prodigy. Неплохо. Смоком закрывается киев. Уже это one way, я так понимаю, хотел настроить. Или никого там не заметит. В любом случае не получился, видимо, смог. Немножко левее упал. Ну и занимается уже цемент по точке. Кая туда же будет выход. Но вот читает это VPP или нет. Такое ощущение, что должны они там из центра быстро перетягиваться. Там два игрока и на B. У нас никого скоро не останется. Так, флешка была. Cheerful не прочитал цемент. Ну вот не ожидал он увидеть игрока за цементом. Да, действительно, Ломикс, VP забирает Пеп Зора. 3 в 4. Красные регалии. Промакс, VP. Ну, возможно, все-таки шансы появятся у Fnatic Rising. Ой. Так, подсадка. Договорились наконец-то игроки защиты. Результ Ломик. Два минуса. Остался только KST. Это должен быть раунд. Первый в защите для Virtus.pro.prodigi. KST не смог ничего здесь поделать. Со всех сторон его загоняли. Да, набросились. Как... Ладно, не буду говорить. Как бандиты настоящие на бедолагу из Португалии. Ну и отжали его жизнь. Деньги, кошелек. Все как надо. 12-7. 12-7. Virtus.pro.prodigi. Забирает первый оружейный раунд. Опять-таки же, не без проблем. Дали сопернику поставить бомбу. Все же был моментик, в котором заставили нас попереживать. Но благо все получилось. Да, выбивание хорошая. Подсадка вовремя от Руфайра. Его тиммейта тоже. Ломик там с ОВП сработал. Cheerful на один минус смог выйти. Правда, потом цемент не прочитали. И могли быть реально из этого проблемы. Но видно, что выбивание настроено. У команды ВПП все хорошо. Смок дефолтный на рампу от Бладика летит. Снатик Райзен собирается по точке Б. Резалт. Промахивается. Там было не так уж и легко попасть в ПП-обзору. Cheerful в итоге его прощает или нет? Там ХАЕ залетала неплохая. Правда, думал, больше урона будет по ПП-обзору. 63 хп у него остается после этого первого контакта в раунде. Ну и 20-й. Мы смотрим, напоминаю, как будет играть Руфайр. Молотов, помогающий Cheerful, играет через рампу точки Б. Дальше довольно открыто действует против КСТ, который чекал подсад. Но Регали сыграл на размене с Авика. Неплохо. Пока что один в один. Но есть контроль центра у атаки. Хотя Ломик с этим не согласен. Будет воевать до последнего здесь. Да, постараются со снайперской винтовкой закрыть эту позицию. Кстати, два ВП. Мы вчера видели подобное в исполнении Моузов. Это приносило свои плоды. Как это будет реализовано командой ВПП, пока что остается под вопросом. Ну, Резалт первый должен нам ответить на часть вообще этого вопроса. На первую его. И сейчас проблема. За сигаретой вынужден выживать Резалт. Тут же смог под себя для того, чтобы хотя бы как-то, наверное, там не залетел Молотов. Какой-то, может быть, шальной Ломик. Есть минус по Регали. Уже большинство для защиты. Ну а дальше выход только на Б. Никуда не будет разворачиваться команда ВПП. Как у нас сидит Регали в этом смоке? Резалт, Резалт. Ломик прикрывает второй минус. И вот и Резалт, который с ВПП все же дожил до того, как развеялся смочок. Ну и, собственно, сделал этот минус. 13-7. Два раунда подряд. Да, два раунда подряд. И уже нет той экономики, о которой мы тут говорили. Пели Дефирамбы. Копили ИП-обзор. Там у него 8К было. И остальные ребята не проседали. Но получали они постоянно там АВИК. Фолл-закупка. Которая в двух раундах подряд им не помогла. 21-й. Снова два ВП. Смотрим. Ломик, Резальт. Против пистолетов всегда интересно. Потому что могут принести они проблемы против такого сетапа. Ну, в прошлом раунде именно снайперы поработали на славу. Три минуса от ломика. Один от резалта. В итоге четверых расписали на две снайперские винтовки. Но на этот раз тут Чирфул справляется без проблем. Ака 47-го его исполнения работает просто безотказно. И это, наконец-то, Эйс. Это произошло у нас на турнире первой Эйс. И это только второй день в ВПЛЕЙ Академи Лиг. Чирфул только что отметил себя. Понятно, вы скажете, ребята, против пистолетов какая разница. Кстати, Юра, а против пистолетов иногда Эйс не так уж и легко сделать. Учитывая то, как они могут играть, там, летать просто по всей карте. Но здесь, понятно, по гранатам все было четко. Да, и с одной стороны они выходили. Но все же это достижение первый Эйсер. Да. Нельзя сказать, что это был какой-то супер зрелищный Эйс. Там были какие-то невероятные хедшоты. Тем не менее, первый Эйс состоялся. Точно так же, как и во вчерашнем игровом дне, мы получили первое убийство с ножа. Фнатик. Нужно всеми правдами и неправдами не отпускать соперника на 15-й на этот матч поэт. Но Вертус Про продержи смотрится сейчас как команда, которую будет крайне тяжело остановить. Вот пора Кисти включаться, если Фнатики рассчитывают на камбэк. Киев находит первый минус, забрал Бладика. Слишком агрессивно, говорит Киев, и забирает игрока в ВПП. Вот что-то уже появляется. Просвет в этом темном тоннеле для команды Фнатик. В этом раунде так точно можно дорабатывать. Смог снова Киев под себя. Капитан команды Фнатик Райзен подсаживается. Регали помогает ему. Но вот еще нужно справа для себя прочего Чирфула, который все это дело тоже видит. Флешка там полетела, и нужно отходить. Атака. Должна успокоиться в этом моменте, потому что они уже его профукали, чтобы еще выйти на один минус. Так, ну что, будут запускать Чирфула под флешку? Это вопрос, ответ на который мы получим очень скоро. Нет, все-таки решил сам. Без флешки проверил, никого не увидел, и это может быть проблема. Кисти. Ну что же, люркер в лице португальца. Как же нужно убить здесь. И Руфайр подходит под его позицию. Сейчас выйдет на прицел, но это было просто. Отличный мув от Кисти. И это дает возможность команде Фнатик выйти, наверное, на чуть ли не пустой аплент. Пустой, абсолютно. Третий игрок стягивается на позиции базы Б. Вот как раз-таки Кисти сработал. Нет, подожди, Чирфу вернулся, Пипзору забрал. Ну, на этом все. Регали. По сути, ставят точку в этом раунде для команды ВПП. Остается только, наверное, сохранить оставшееся оружие. И вэлью денежная этого сейва очень даже велико. Ну, все. Кисти на месте, можно быть спокойным. Смок он на центре. Важный минус дать, конечно, Руфайр. Я понимаю, почему он пошел вообще на эту позицию, потому что нужно было собрать инфу. И инфу-то собрал, но команда развалилась. И тут угадать было сложно, потому что у тебя в начале раунда экшен под точкой А, там постоянно какие-то размены. Смоками закрывается атака, пытается там подсаживаться. В итоге получает флешку, спускается вниз обратно в лифтовую шахту. И ты думаешь о том, что, скорее всего, это выход на точку Б. И поэтому Руфайр туда направлялся, на самом деле, на центр, чтобы, если что, отрезать и зайти в спину. Но это чуть ли не первый раунд, когда Фнатик Райзен смогли обмануть своих оппонентов. Да, получилось. Возможно, это была какая-то импровизация. Мы говорили, что команда создана не так давно, как, например, ее конкуренты. Но уже какие-то наработки прослеживаются. И, скорее всего, парням есть что показать. Ну, а у нас все еще два АВП защиты. Пять калашей от Фнатик. Будут ли они играть быстро, тоже интересно. Но, с другой стороны, их соперники готовы так выступить через карман. Там уже спускается на просуса один игрок, это Чирпл. Ну, размин дали. Киев пытается найти еще кого-то в смоках, но там уже присел Бладик. Ломик! Нет! Не попадает он по регали, тот его отправляет в следующий ранг КСТ. Зарабатывает еще один фраг по Бладику в этот смок. И агрессия команды Virtus.pro здесь не сработала. Результ не смог выйти на ХЛПУ. Его зашил регалий, последний Руфайл. И нужно отходить или воевать до последнего. Регалий там уже просто уже пустился до конца. Этого парня не остановить. За собой забирает еще и Руфайра. 14-9. 14-9. Ну что, красная линия для ВПП. Деньги заканчиваются. Проиграют этот раунд. Ну, соответственно, камбэку быть. Да. Вполне вероятно. И об этом должны задуматься ребята, которых вам только что показывали на экранах. Потому что они отдают довольно много раундов. Понятно, что у тебя комфортный счет. Сухо. Все хорошо. Но, с другой стороны, это атака, которая по экономике потом тебя просто душит, если забирает много подряд. А тебе приходится там где-то закупаться под ноль. Все-таки в атаке легче. Моментами камбэча за счет именно денежной составляющей. Ну и при этом еще и Virtus.pro у нас не дошли до 15-го. Так что здесь нельзя ни в коем случае расслабляться. Пепзор подсажен под точкой А. Убивает резальта на рампе. Важный момент. Руфайр. А, нет, подождите. Под базой Б. Да, просто нам подсадку показывали. Руфайр в итоге, да, смотрит на хладное тело своего тиммейта. И нужно, наверное, отойти, потому что Солоты здесь не воин. Учитывая, что Пепзор и компания будут бомбардировать позицию. Молик близко. Для того, чтобы зонировать фанеру. Но там никого нет. И, кстати, интересный момент. ВП не так часто использовали цемент под А. Вот Бладик чуть ли не первый раз занимает эту позицию. Правда, туда летит Молотов. Сразу прошивает регали там. Да и Просус тоже не отпускал оппонента. И сейчас можно выйти на пустую базу А. Как же это быстро произошло. В итоге 3 в 5. Ну что, ВП должны отправляться на сейв. Вот тебе и Фнатик. А другого варианта нет, да. Кстати, вот я второй день наблюдаю за Фнатиками. И можно сделать вывод, что команда действительно с характером. В начале как-то, ну вот, не скажешь, что могут, там что-то получается или что-то в этом роде. Но в каком-то моменте наступает переломный раунд и Фнатики начинают цепляться. Да. Точно так же было вчера против команды Моу Спортс. С провального счета для себя заработали два маппоинта, но реализовать их не сумели. Довели все это до овертаймов, а на двух дополнительных сериях все-таки карту Вертига проиграли. В поддержку твоих слов замечу, что было бы круто еще послушать команду Фнатик Райзен. В TeamSpeak я имею в виду. Послушать, как они общаются во время этого камбэка, насколько четко они вообще коммуницируют, как они дают инфу. Ну, кстати, если у нас есть такая возможность, вот сейчас один из подходящих раундов. Следующий раунд я бы посмотрел, да. Есть сохраненные девайсы ВПП, должно быть понимание по экономике. Короче, включайте Фнатиков. Ну, тем более, не так-то часто мы их еще слышали. Был, правда, раунд вполне такой спокойный. Видно, что у них все настроено. Но сейчас еще нужно пройти довольно большую дистанцию, для того, чтобы мы заговорили о реальности этого камбэка. 25-й раунд. Три засейвленных девайса команды ВППродиджи. Снайперская винтовка плюс 2 МК. И эта работа снова под бетом. Два игрока спускаются, пистолет Резалта. П-250 здесь против Пи-обзора. Ломик пикал рампу А. Никого не заметил там Резалт. Будет пушить дальше в этот смок. Неужели удивит? А Пи-обзор к этому готов. Дальше перезарядка. Но, если что, тиммейт тоже помогал. Небольшой даже мог быть такой байт на выход со смока. Но Киев все это дело контролировал. И вот знаешь, уже показалось, что все, Резалт тут уже остается до конца. Будет ждать, пока развеется смочок. И как-то активничает. Но нет, вернулся по ступенькам. Он понимает, что все-таки три девайса. Это оружие, которое можно реализовать. За этот раунд можно по-прежнему зацепиться. И численный перевес шведам отдавать точно не стоит. Регали все еще верят, что кто-то будет с кармана его пикать. Видимо, Ломик там уже не раз показывался. Делал свои важные фраги. Как снайпер команды Virtus.pro Prodigy. Так, бутылку под себя получает. Нужно отходить. Смоком уже закрывается карман. Туда никто не пойдет пока из команды Fnatic Ryzen. Это было бы слишком. Хотя смог не самый удачный, скорее всего. Но нужно принимать решение уже. Ну, а куда ты еще в таком тайминге сможешь выйти? Только Аплент. И тут вопрос. Встал. ВП читают? Там три игрока сейчас готовы принимать. Ломик пикает, например. Тоже неплохо меняется с Владиком местами. Но нет, просто с этого второго забирает. В итоге Чирфул остался в Пленте. Руфайр тоже пытается на перетежке помочь своей команде здесь. Но с Маками все закрыто. Но там еще спина, нет? Да, будет шахта выходить. Но это Резальт, и у него только пистолет, правда. Не так-то много шансов здесь сыграть у команды ВПП. Чирфул зашивает одного, но Резальт только что прочекали. И спины все-таки не будет. Нужно идти на сейв еще один. Да, два девайса. Это то, что надо сохранять ВПП в этом раунде. Претендовать на победу в этом точно не смогут. Одиннадцатый забирает Фанатик Райзинг. Но знаешь, с каждым раундом все труднее и труднее Виртус Про Продиджи. Ой, тут еще вопрос, конечно, вот ломика, да? У тебя снайперская винтовка. И так ли тебе нужно играть агрессивно? Выходить, там что-то пытаются вырезать угол. Там же просто можно держать, конечно, этот карман. И никуда не выходить. Там же есть тиммейт, который, если что, тоже поддержит, поможет. Да и вот, знаешь, прям сильной агрессией это не назовешь. То есть это вот что-то между. То есть ты вроде бы и агрессируешь, а вроде бы и нет. И вот эта полупозиция, которую с легкостью продавил шведский игрок, стала ключевой в этом раунде. 14-11. Смотрим, что по закупке будет у ВПП в этом раунде. Снайперскую винтовку могут себе позволить. Вопрос в том, нужна ли она. Ну, пока что этот девайс не приносит нужного результата. Не скажем, что работает, тем более у нас было два ВП у Резальта и Ломика. Но, наверное, стоит вернуться. Или сыграть... Сейчас мы посмотрим на девайсы. Нет, будет фуллбай. Ну вот к Круфайеру вопросы нет. Все-таки покупают тиммейту снайперскую винтовку. Ломик говорит, братан, я в тебя верю. Кто, если не ты? Когда, если не сейчас? Давай, жги. Как там на пистолетке было? Давай, крутись. Да. Только куда крутится, непонятно, в какую сторону. Мне просто интересно, кто сказал вот эту вот фразу. Все нормально, сейчас затащим. Ой-ой-ой, если бы они знали, чем в итоге заканчиваются у нас раунды. За то, что Фнатик пушат, Фнатик камбэчат в рамках этого вертига. И не так-то просто закончить. Ну и посмотри, насколько крепки Фнатики экономически. Правда, соглашусь, наверное, экономика сейчас не так важна для Фнатиков. Им всего-то два раунда проиграть до поражения. Поэтому уронить ее точно невозможно. Невозможно, да. Они уже до конца будут закупаться. И как сыграет Ломик. Флажка полетела, пытался кого-то поймать. Здесь! Чирфул никуда не вышел вообще с этого рампа. И кого-то нужно забрать. Ломик неплохо. Фнатик попадает по процессу Руфаер на перетяжке. Хае тут же на карман. Но мы-то видим, что Фнатики не спешат после этого размена. Они вообще могут развернуться, выйти на Б. Ну, кстати, размен практически равный. Там у Киева 5% здоровья. Да, есть плюс один игрок для команды Фнатик. Резаут все в твоих руках. Попытка ворваться на базу Б. Первый минус есть. Второго красным оставляет. 2,5% здоровья Пепзор и Киев. Ну и сотый регали. Да, нужно идти на выбивание. Это поднимает Руфаер, который пытается найти бомбера. Пепзор получает через смок от Руфаера. Отличная работа. 2 в 2. Там Хае какая-то летела под ноги Руфаеру. 29 хп у него. 52 у Ломика. Вот у вас снайперская винтовка. Есть дифузы. Но нет смока для того, чтобы хотя бы какую-то точку открыть. А нет, куда-то там что полетело туда вниз. Господи, один на один размен. В итоге остался Киеве против Ломика. Снайпер команды. ВП Продиджи будет дифузить. Эту бомбу про не фейкует. Академия тоже. И нет. На последней секунде Киев врывается, ставит точку в этом противостоянии. Это 12-ый для Фнатик Райзин. Как же на тонком сыграл Киев. Буквально доли секунды оставались в Ломику для того, чтобы разминировать эту бомбу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой близкий раунд мы получили. Я, если не ошибаюсь, опять же, обращал внимание там по X-Ray. Летел смог, наверное, вниз вообще. Там не попали. И такие команды ВП Продиджи. Но какой, конечно, раунд. Как же близко это было. Ух, нужно выдохнуть. Обычно после такого берутся тактические паузы. Чтобы нет. Ну, пока горячокуй. Не отходя от кассы. Фнатик Райзин. Какой же камбэк на Вертига в атаке. Они понимают, что у противника минус экономика. И сейчас нужно просто сыграть медленно вместе на размен. И не дать вот так вот резалту там показать себя на точке Б. Под флешку. Но тут можно было не оставаться надолго. Но такое ощущение, что он хотел то ли прыгнуть там, то ли что. Но слишком сильно открылся. И это фраг легчайший для игрока атаки. Так, смотрим, что делают с фнатикой в этом раунде. Попытка прохода на базу Б через центр. Все проверяется. Минус Руфаер. Кисти внимателен. Как никогда. Два минуса от португальца. В итоге 2 в 5. 2 в 5. Ломик и Блудик. Бладик, Блудик. Заблудился. Ну и тут, конечно, найдет его просто сейчас. Без проблем для немца. И Киев доропатывает по Ломику. Ну, сильный капитан у команды Фнатик Райзин. Все, что я могу сказать, судя по тому, что он колет, как он решает расположить фигурки своих тиммейтов вообще по всей этой карте. Действительно, все получается. И ВП нужно успокоиться, как бы, и не играть, может быть, где-то агрессивно слишком. Знаешь, если просто вспомнить тимспик команды Фнатик, ну и сравнить его с тимспиком команды Virtus.pro, то там какие-то более зрелые комментарии по поводу всего происходящего на карте. То есть, действительно, парни пытаются коммуницировать и пытаются делать это грамотно. Ну, в ВПП с тимспиком надо что-то делать. Ой-ой-ой, как же прощают урфаера сейчас на окне. Не задушили его ребята из команды Фнатик, которые решили вообще быстро играть через центр. Тоже интересная такая картина. И они ее нам не показывали в последнее время. Кейсти остановился. Еще один смог на перетяжку с точки А на Б. Ломик там уже на КТ с авиком. И как же решили отойти под шифтом Фнатик Райзен. Они понимают, что тут топать нельзя, потому что весь Б-плент может их услышать. Собираются они, видимо, ударить по А-пленту. Раз уж туда идет перетяжка. Тут Регали держит лифтовую шахту под контролем. Пепзор находит урфаера. Это было на центре или где? На Б? Под Б, да. Снова этот бортик. Вот эта фанера, на самом деле, она проклятая для команды ДВП, потому что они там постоянно кого-то теряют. И, скорее всего, это была очередная попытка человека под флеш. Да. И к этому готов Пепзор. Пепзор туда постоянно ходит. Он там родился просто на этой рампе. Знаешь, если во вчерашнем матче против Моузов он выступал на этой позиции с переменным успехом, то сегодня он раз за разом просто без шанса выигрывает эту стартовую дуэль. Ой, нервы играют сейчас у команды ВП Продиджи. Флешка чекается, Карман там никого не заметили. Ломик меняется с тиммейтом. Расположение будет у него как раз вот на выходе через отросток. И, возможно, именно здесь получится оформить важный минус ему. В целом, три игрока сейчас на точке. Они могут прочитать этот выход. Но вот есть ли смоки еще у команды Фнати Крайзен? Ну, один точно будет. Флешка полетела Ломика. Заставляет отойти. Он еще раз щелкает зумом. Еще одна флешка за спину кейст. И тот не выходит. Ломик отличная работа. Как же повело прицелом. Там никого даже не убил, не выстрелил. Чирфул на размене. Ненадолго хватило его. Бладик. Тут как тут против Рососа. Два на два ситуация. Тут нужно выйти просто через право. 15-13. И это было лучшее решение, которое мог бы себе вбить просто в этой ситуации Бладик. Да, идеально принятое решение. Дарит. Ну, ладно, не дарит. Абсолютно заслуженно забирает 15-й раунд. Четко понимал, что 5 секунд времени точно нельзя ни в коем случае давать устанавливать эту бомбу. Ворвался и без шансов наказал. Два маппоинта для команды Virtus.pro. Взлайдик райзинг. Да, доверяешь, брат. Давай, все. Можешь пойти, Никита, или лобушку сделаем? Да, давай, давай. Я просто помолчу. Я типа на цемент пройти? Да, да. Я на крайне могу. Я на крайне. Я на крайне, короче. Не то, на авик, да. Я не дал такую. Они не знают, что мы отдаем. Они знают, что мы отдаем. А сторонно подойти могут. Я серовка. Кидают. Флэш. Флэш, рам. Игтейк, милая. Молик дал на рам. Это авик дал, пацаны. Сторожно близко. Пацаны, это какой-то фейк. Можете кто-то съебать отсюда? Я хочу съебать лично. Ну, давай, уходи, уходи. Только не топайте, когда съебываете. Да, да, да. Надо АБ забрать. Мой мид пиздат стейм. Я заберу Б. Два молика? Что это? Зажали на квадрате, да. Два молика зажали. Я белый. Сёк, сёк. Вернулся. Сёк, сёк. Сёк, сейм. Бля, я тоже ничего не вижу. Пацаны, я потопал, типа, я ушел. Охуенно. Сидим, Лёх. Это пиздабол, значит, это не Б, брат. Значит, это А. Шифтом стягивайся, Жень. Ваня тоже может стягиваться. Ряд ли ТБ. Может, ретейк кто-то. У нас флпак есть. Там мид вышел. Принкейк, блядь. Он чувствует, что ли? Молик на А зажали. Вычискай тебя. Я кривую, я кривую. А ты не можешь отдать мне? Я буду ехать с КП. Я белый, я белый. Подъем. Хуя. Глэйф, дигай. Я пошел. Да, молик. Семент, Семент убил. Убили. Я белый. Сёк. Подъем. Убил он на ОЗК. Еще подъем. Семент, Семент. АВИК. Семент, АВИК. Краун, краун. Он на фейме, на фейме АВИК. Писать ХП. Справа тебя пикать хочет. Справа пикать тебя. За коробкой, справа сидим. Да, я дефолт чал. Давай, брат. Слева, слева, в углу. Нормально. Да им не повезло, пиздец. Ну вот, что не отнимешь у наших ребят, это вера в тиммейта. Давай, брат. Давай, брат. Но, брат, конечно, там неплохо сыграл ломик. Там даже этот смок мог помочь ему справа, который лежал. Но тайминги все же не самые лучшие. Эмоции, эмоции зашкаливают. Сейчас у команды Virtus.pro Prodigi. Они отдают камбэк своим противникам. Фнатик действительно близки к тому, чтобы сыграть еще одни допы на Vertigo, например. Да, чего-чего. А допов нам как раз таки не хватало. Посмотрите на экономику Virtus.pro. Денег нет. Ну как, они вроде бы есть, а вроде бы и нет. То есть что-то могут себе позволить. Но на самом деле оптимальной закупкой это точно не назовешь. Ну отмечаем, конечно, регали. Снайпера команды Fnatic Rising, который очень жестко попадал по всем позициям, где могли бы находиться опорники. Саш, там вопрос в том, зачем открываться под атаку, которая стоит, и она безоружена, она обескуражена. Мы с тобой постоянно будем об этом говорить, потому что каждый раз, каждый, вернее, день у нас будет повторяться эта ошибка. Одно и то же. Выбивание плента до установки бомбы. Да, зачем? Абсолютно непонятно. Вот вроде бы в составе есть, ну вот мы слышали TeamSpeak, вы слышали TeamSpeak. Не было кола, парни, не открываемся. Время на исходе. Зачем куда-то вылазить? Вот вроде бы элементарные вещи. У вас численный перевес, у вас идеальные позиции для того, чтобы забрать этот раунд и одержать победу на карте Vertigo. Вместо этого вы лезете и открываетесь на снайперскую винтовку. Да, дисциплина, дисциплина, еще раз дисциплина. Для команды Virtus.pro это очень важно, и если они смогут выйти на ее выше, скажем так, уровень, то такие карты будет проще закрывать, учитывая, что против них выступают не самые сильные ребята. Но вот в натике, например, показали то, что они могут. Это очень приятно, учитывая, что мы с тобой смотрели, какой счет вообще был у нас. 14... 14, 9 или 8, да. 9, ну то есть ты в тот момент даже не мог подумать о том, что будет так навязывать борьбу атака, да? Но потом вот тот же P-обзор там собрался по точке B, напряги начинаются, потом в регале с авиком начинает попадать у него вообще 26 на 14. В общем-то лучший игрок в составе Fnatic Ryzen, но не на сервере, потому что с другой стороны у нас еще один герой, это Бладик 27 на 16. Ну и что, последний раунд, давайте смотреть, что у нас там в итоге будет на руках. Там 3000 cheerful, закупается MP9, появляется M4A1S, M4A4, Rufire с Мкой тоже с глушителем, Famos Result, но при этом нет дефузов, 3 смока, 1 молик, флешка, ХЕ, и самая важная граната в каэте, это дикой. Rufire знал, на что потратиться, говорит, парни, сейчас порешаю. А прикинь, этот дикой станет судьбоносным в этом раунде. Ну посмотрим. Вдруг он кого-то ему бьет, да? Такое тоже бывает, но правда очень редко. Загадывайте желание всегда, когда видите убийство с дикой. Cheerful, ой-ой-ой, тут активность, и там подсадка вообще, на самом деле, с другой стороны смока от команды Fnatic Ryzen. Они это уже не раз делали, и Просус там еще и убивал. Не раз, тоже, Cheerful. Ой-ой-ой, горит, там Просус пытается отойти, нашивается по информации Cheerful, а этот смок, но пока до кила у нас не доходит, до первого минуса. Видно, что хочет ворваться, я не знаю, там, наверное, за руки тиммейты держат. Говорит, парень, не надо, остановись, вернись, ты нам нужен живым. Что-то здесь не так. Ну, в итоге удержали своего, наверное, основного фраг-лидера, ну, одного из Cheerful жив, потерял 50% здоровья, но регали точно так же неплохо раздемажили. Угу, Владик на подсадке. Ой-ой-ой, куда же все-таки у нас выходит Fnatic, да? Это Арампа, все пять игроков здесь находятся. Опять же, у них красные регалии, тот парень, который у нас вроде как кейс дал в прошлом раунде. Ломик замечает голову, ну, как же не попадает, но там Владик в итоге спасает своего тиммейта. Нет, не отходит оттуда, Ломик просто себя сбривает. Пока что один в один размен, 33 секунды до конца раунда, смоком закрывается дефолт, и нужно проходить команде Fnatic Ryzen, потому что скоро все гранаты они потратят, на самом деле. Там еще и смоком нужно закрыть хелпу или коннектор кейс, и выходит на Cheerful, а Rufire смог нашивать пи-обзора. Пока 3 в 3. Бомба только сейчас устанавливается на угол, там пытается дойти ее Владик, но нет, не доходит до фрага, бомба стоит. Как же он выжил. Вдвоем пытались нашить ВПП, не получилось, но теперь надо оформлять это выбивание. Что по гранатам? Один смочок, и все по-прежнему тот же Декой в руках Rufire. Итак, Rufire потерял только что тиммейта, Владик погибает от рук Регали. Смок в итоге раскрывается, Rufire отходит просто с от него, и надо пытаться дефолтить бомбу в этом смоке, или нет? Нет, открывается на KST, и тот выходит, да и вместе проходили там 15-15. Да, будем смотреть допы. Снова на карте Vertigo, как и вчера вечером, и снова эта команда Fnatic, которая уже нереально, во-первых, камбэчить. И я не представляю, насколько там большое желание победить здесь, потому что вчера проиграли на тех же допах Мауза. Да. Я требую TeamSpeak ВПП. Да? Да. Вот что происходит сейчас? Нет, мы хотели Fnatic послушать на самом деле, потому что у них там плюс мораль должна быть, и как они общаются. Но ВПП... Ну вот знаешь... Сейчас выиграем, да? Да. После пистолетки. Пистолетный раунд. Со счета 11-4, да, по-моему? Да. 11-4. Ты проиграешь пистолетку, в которой у тебя было превосходство. Ну не могу сказать, что там прям грубо ошибались, но да, поторопились, как сказал Rufire в моменте, но... Были в любом случае... Что-то они точно не рассчитывали. Да, уверены были в себе, это тоже хорошо. Тут никто не говорит о том, что такие слова, это плохо. Там говорят, сейчас выиграем. Это вселяет уверенность, и сами игроки должны не проседать по морали. Ой, флешка полетела, результ. Наконец-то убивает пепзора под точкой B. Почему наконец-то? Потому что в основное время там были большие проблемы с ним. Он пытается пройти дальше ProSus. Получает под себя хае на минус половину хп. Там подошел также KST под нее. Ну, достаточно линейно действуют Фнатики. Точно так же, как и во вчерашнем игровом дне. Мы еще вчера отмечали, что вот если Фнатик нацелились на какую-то конкретную позицию, то, скорее всего, идут до победного конца. Возможно, сегодня мы увидим что-то новенькое и развернутся Фнатики, но вроде бы нет. Решили идти до победного. KST, важный момент. Перестрелка против Rufire намечается. Драка на центре. Фаер, того забрал ProSus на размене. С этой позиции, конечно, сложно два фрага делать. Это даже один можно там не сделать, если грамотно сыграет атака. Довольно открыто все это было для лидера команды VP ProDigy. 4-3. Владик на точке А, карман. Чекается, ну и туда уже подходят три игрока. Фнатик Райзен. Киев, Просус и Регали. Есть у них Хавик. Регали, который жестко стал попадать. Владик может выйти в спину сейчас, поймать для себя хороший тайминг. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам еще и с Градой в руках его встречал Регали. Или кто там у нас был. Неважно, уже три минуса и Владик заканчивает данный раунд. 16-15, VP выходит на допах вперед. 31 фраг, 3 ассиста, 17 смертей. Так выглядит статистика основного бомбардира команды Virtus.pro ProDigy. Ну, сегодня Владик настроен максимально серьезно огорчить команду Фнатик. Ну и вот она, первая выигранная дуэль под базой B. Насколько это же было важно? Ну, хотя бы, да. Хоть какой-то, вернее, тайминг поймает для того, чтобы удивить оппонента. Но те тоже не разобрались. Кто-то с гранатой, кто-то вообще не смотрел на этот карман. Хотя туда часто приходили VP ProDigy, принимали близко выходящих игроков атаки. И сейчас у нас третий по счету тайм-аут для игроков защиты. VP ProDigy общаются. Как им стоит сыграть сейчас? Может быть, что-то у нас новенькое появится. Хотя Vertigo это не та карта, где у тебя там настолько всего, может быть, даже на допа еще припасено. Но, кто знает, включается тренер команды Flash, который раньше работал с коллективом Stopping Gods. Ну и понимает, да, VP, то, что мораль противника. Было важно хотя бы вот этот один раунд еще взять, да. После того, как они отдали камбэк сопернику, для того, чтобы поверить уже в свои силы. Тридцать второй раунд в татике. Регали, Савика. Ой-ой-ой, Фэшка летела еще и от Певзора. Все четко. Отработали по первому минусу. Опорник точки Б пал. Пять на четыре. Ну а дальше у нас будет медленный розыгрыш после этого минуса, чтобы не было поджимов на инфу для VP ProDigy. Ломик. Интересно. На бортике. Будет чекать точку Арампу. Его не отвысят. Какой тайминг. Как же несвоевременно свичнулся и пытался уйти. И в этот же момент ворвался под флешку тиммейта. Или флешка была раньше. Вот я не понял, мы нам не показали блайнд, потому что в киллфиде блайнд был. Может, за спину там полетело. Но в любом случае не ослепило. Просус верит в то, что Бладик снова будет пушить. Вот уже, правда, на другом тайминге эту позицию, с которой он и выступал палачом противников на рампе. 30 фрагов, вернее, это тебе, да, действительно показатель. Но, может быть, Бладик и улучшит свой результат после этого раунда. Потому что, видимо, Fnatic Rising будут идти на его плант. Но Бладик, правда, отходит. Такое ощущение, что они хотят угадывать как-то тоже. Ну, втроем против пятерых это было бы неплохо. Но, с другой стороны, раскидка уже начинается. Так что это уже точка А. Понимают ребята из ВП-продержи, потому остаются здесь за дефолтом. Так что при Галии хороший минус. 31 фраг. И он догоняет Бладика в этом раунде. Бладик в лунде пытается отморочиться за ящиком. Бладик. Нет, проиграна перестрелка. И все тот же Регалий с АВП наказывает игроков. В. П. П. 16-16 равенства в первой половинке овертаймов. Ну и кто же выйдет вперед по итогу половины. Понятно, что дистанция у нас еще не такая большая. Но Регалий уже претендует на пока звание лучшего снайпера нашего турнира. Потому что действительно вчера он попадал жестко, а сегодня включается. Но не все вертига у него была успешная. Но тем не менее самые важные минусы дает этот парень. Хорошо иметь такого снайпера в команде. Кстати, когда был TeamSpeak, когда мы наблюдали за командой Virtus.pro Prodigy, Регалий сделал ace в моменте. Да, да, да. Да, так и мы сказали. Ситуация 2 в 4. Это был ASIC от Регалий со снайперской винтовкой. Причем я бы еще раз посмотрел, потому что мы наблюдали за VP Prodigy в этом ретейке. Да. И по сути смотрели, как они умирают только с Е-класс. Владик играет на размене против Просуса. Это было важно, потому что только что уронил он Cheerful. Ну и Truefire будет ли поджимать центр тоже. Вот интересно. Он уже видел молотов, который выбрасывали через окно верхнее. Работенка для резалта подъезжает. Он замечает одного игрока уже под рампой. И нужна ему поддержка. Потому что долго здесь опорник не живет без флешек своего тиммейта. Так, ну вот с нервишками у резалта явно проблемы. 26%. Киев прошивает резалта. И что? Проблемы на базе B. Да, да. И еще раз да. Пипзор забрал Руфайра. Владик минусует того в ответ. Второй минус от Владика. Киев. Ну и теперь Вомик. Один против двоих. Снайпер команды ВПП. Нужно спасать коллектив. И получает, правда, под себя смог, вернее. И пытается выйти через правую сторону. Ну все, Регали после этого уже не выпустит. Да, да. Там уже все контролится. Хотя Ломик тоже пытается там как-то за смоком кого-то заметить. Это был фейк установки бомбы. Дальше со второй попытки Киев уже сделал то, что должен был. Прострел только на два хп. Забирает Ломик одного. Переключается дальше до АВП. Один на один против соперника. Регали погибает. Ломик тащит раунд для своей команды. И вот такого снайпера мы ждали у команды ВПП. Наконец-то подъехал. Вот знаешь, суперстранное решение от Регали. Вместе? Он достал пистолет. Он попадает с АВП просто великолепно. Скорее всего, по информации тиммейта о том, что Ломик красный. Было принято решение добить его с пистолетом. В итоге проигран раунд команды Fnatic. Да, тут и Киев, конечно, тоже потерялся. Хотя, на самом деле, если так вот задуматься, то он мог никуда не уходить с дефолта. Учитывая, что снайпер тоже у него за спиной находится. Если что, сможет там одну сторону точно закрыть. А он потом выйдет на размен. Ну ладно, тут такое решение. Опять же, понимаете сами, что это эмоции. Зашкаливают. И где-то импульсивные решения, которые в итоге приводят или к нереальным победам в раундах, или к краху. 17-16. Virtus.pro впереди. Они переходят за атаку. Бладик откидывает уже свой смог под рампу. Возможно, будет подсадка Ломика. Результ на размене. Кэсти погибает. Пепзор на точке B. Ему не дают дальше пройти. Там же находился еще и Чирфул у ВПП. Но Пепзор уже успел отойти. Пока что один в один. У нас постоянно кусают команды друг друга в начале раунда. Так, чем же все это дело закончится? Пока что большое скопление игроков под рампой у команды Virtus.pro Prodigi. Но вот проходить особо не торопится. Чирфул в качестве люркера под боеплентом. Пресекает возможные попытки поджима в спину. Даже не знаю. Наверное, все-таки сейчас есть некое преимущество у фнатиков. Даже несмотря на то, что равенство и они в защите. Контроль карты, ну, вроде бы хороший. Прощупывается также Аплент. Стандартный молотов на цемент. А у нас два бойца. Это Просус и Кев. Сейчас они дадут информацию о том, что это выход на их позиции. Смоки полетели дефолтные право-лево. Молик сразу же откидывается на дефолт. Так что не смогут бомбу быстро поставить Руфайл. И компания. Ну, а тут в любом случае время еще есть. Молотов догорел. И готовится еще одна подсадка от игроков защиты. Там Владик был готов к этому. Забирает просто Саикива, которые вообще не смотрели за этот смоук. Они поплатились жизнью. Пепзор. Регали на размене Регали. Это, конечно, еще тот воин. Нужно очень аккуратно играть против него. И Ломик это тоже понимает. Так же, как и Руфайр. Так. Ну, давайте смотреть. Легкий для Регали. Забрал Руфайр. Ломик один против двоих. Ой-ой-ой. Тут с двух сторон закрыли Регали. Смена девайса на АК-47. Как ВП это проиграли? После двух минусов от Вомика, от Владика точнее. Ну, я думал, все. Это матч-пойнты для Virtus.pro Prodigy. Но нет, они умудрились и этот раунд проиграть. В очередной раз. Установленная бомба. Большинство. И проигранный раунд. Как? Регали просто монстр. Два в четыре. И, я так понимаю, Руфайр вообще смотрел спину на таком тайминге. Был уверен, что кто-то пойдет ему из-за лифта выбивать эту позицию. Ну, ладно. Такое тоже бывает. Ошиблись ребята с позициями, куда нужно смотреть, вернее. И уже 17-17. Фнатик, Райзен. Три раунда проигранных в ситуации. Два в четыре с установленной бомбой. Да, это нечасто происходит, согласен с тобой. И это эмоции. Это эмоции. Сто процентов не могут собраться в этом плане. Ребята так потеряли уже Владика. Это бомбардир. Регали не дает выйти на размен Руфайр. Это все проходило у нас через точку А. Ломик вообще оттуда вынужден убегать. Потому что слишком много игроков могут показаться еще дальше в этом пуше. Пепзор принимает Б. Забирает одного Чирпула. Флажка полетела. Регали спасает своего тиммейта. Какой тимплей? От команды Фнатик, Райзен. Последний погибает. Ломик мог одного, конечно, забрать. Но там как-то совсем не залетает по Пепзору. У него что там? В рубахе родился. Да. 18-17. И уже Фнатик могут выигрывать эту катку. Смогут ли дожать? Вот в чем вопрос. Во вчерашнем Де против Моу Спортс, имея два матчпоинта, воспользоваться ими так и не сумели. Но сегодня совсем другая игра. Возможно, против Virtus.pro Prodigy как раз таки получится. Но благо деньги есть. 37 фрагов. 37 фрагов у Регали. 37, кстати, и у Бладика. Это перформанс, да. Кто в итоге окажется сильнейшим? Гонка бомбардиров. Регали и Регали, но и кто в итоге выиграет. Тут Фнатик и Райзен поджимается по точку Б, как же сейчас играет Пепзор на острие. Здесь результат чувствует, поэтому дальше не открывается. Нужно только вместе с тиммейтом заниматься подобными вещами. Пепзор в итоге просто будет держать угол в то время, как его противники перетягиваются под А. Руфаер. Выход довольно активный. Регали в итоге забирает Бладика. Просос неплохо поработал. Руфаера уронил Киве. След за своими товарищами. Тоже позитив показывает против Ломика. Чирфул и Резаут будут пытаться выйти на точку А. Одного забрали. 2 в 4. Окей. Изначально ситуация была 2 в 5. Ну, когда, если не сейчас, отвечать взятым клачем. Ой-ой-ой-ой, хаешечки. И спрей от Прусса. Резаут погиб. Чирфул последний против четверых. Первого забрал. Окей. При этом остается красный. 3% здоровья. Нет. Это ГГ. Победа команды Фнатик. Ну, вот тебе и Фнатики, которые...